Спортивные игровые площадки для жителей нового микрорайона построят при финансовой поддержке нефтяников. Администрация Ненинского округа приняла решение о финансировании строительства площадок по улицам Швецова и Сущинского в Наринмаре в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве с компанией «Лукойл». Вопрос рассмотрен высшим исполнительным органом власти субъекта накануне. Соответствующее обращение администрации НАУ направлено в адрес недропользователя. За более чем 13 миллионов рублей планируется установить травмобезопасное покрытие готовой бетонной детской площадки, установить игровые и спортивные комплексы, песочницы, качалки, урны и скамейки. А на площадке для игры в баскетбол предполагаются работы по устройству безопасного покрытия установки урн и скамейк. Игровые и спортивные площадки в новом микрорайоне будут построены в 2017 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. «Согласно обращению департального строительства, 18 миллионов правительства Российской Федерации поставленную задачу по созданию качества городской среды. В то же время средств для людей из бюджета Федерации недостаточно». Средства недропользователей на строительство площадок в рамках социально-экономического сотрудничества с округом будут переданы в виде межбюджетных субсидий в бюджет города. Дополнительную финансовую поддержку в рамках социально-экономического сотрудничества с компанией «Востокнау» получит также и проект по реализации регионального приоритетного проекта «Образование для населения, ведущий кочевой образ жизни». «Речь идет о проорганизации кочевого детского сада в двух бригадах в районе НИСИ, где бригады НИСИ общения Канин. Общая здоровость мероприятия составляет 300 тысяч рублей. В прошлом году этот проект был наобщен, реализован, и начали реализованы, и в этом я буду предлагать своего рода должности». На протяжении всех летних месяцев кочевой детский сад будет готовить к поступлению в первый класс 11 дошкольников 6-й и 7-й бригад НИСИ общины Канин. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север».